Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM Добрый день, приветствую вас. Это «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметанин. Своим особым мнением сегодня с нами поделится Юрий Шлеминзон, депутат Кировской городской думы, действующего шестого созыва, руководитель наблюдательного совета телекомпании «РЕН-ТВ Киров». Юрий Львович, добрый день. Добрый день. Ваша коронная фраза. Прошу все высказанные мной слова считать моим суждением. Оценочным. Оценочным, да. Очередное, кстати, заседание Гурдумы было накануне, 31 января. Исходя из того, что жители мало знают, наверное, о работе Гурдумы, так в общем и целом, да. Давайте поделимся, что было важного, основного накануне на пленарном заседании. Кроме того, что депутаты согласились с вашим предложением публиковать данные, кто как голосовал на сайте городской думы. Да, это предложение было поддержано депутатским корпусом, но на самом деле уже начиная со второго заседания все результаты на сайте городской думы публиковались. То есть с октября, с ноября где-то, да. Я думаю, что в дальнейшем сайт еще будет доработан, над этим работа ведется, и поэтому проекты постановлений, возможность обсуждения постановлений новых и другие виды информации будут на сайте размещаться, что улучшит работу как самих депутатов, понятно, ну и информирование населения благодаря этому значительно возрастет. Мы сможем получать предложения от граждан с наших округов дополнительно, ну и, соответственно, вносить поправки в те постановления, которые готовятся в дальнейшем рассмотрении. Это в какой перспективе? Когда это произойдет? Я думаю, что это к моему месяцу. Вот уже к моему месяцу. Все же, да, у нас как-то не быстро разворачиваются службы. А что еще накануне было важного? — Были приняты постановления по контрольно-счетной палате, как вы знаете, да, утвержден план приватизации на 2018 год. — Он скорректирован, да? — Как скорректирован? — Скорректирован новый. — А, новый, абсолютно новый. — Потому что просто был отклонен полностью. — То есть вот центральный рынок, детский мир, губернатский, это пока тема заглохла, да, приватизирование не планирует администрация? — Были выделены ряд помещений в безвозмездное пользование. Вот очень хорошо, что как раз своего 14-го округа было для занятия спортом помещение выделено, потому что это помещение могло попасть вдруг срочно после того, как обратились о его возможности использования бесплатного в план приватизации. Но благодаря вмешательству депутатов и Елены Васильевны Ковалевой этот вопрос был снят с приватизации. И вот сейчас, после определенных работ, ремонтных зал будет использоваться для занятий спортом детей. — Ага, ясно. Я напоминаю слушателям о том, что вы тоже можете задавать свои вопросы с помощью специальной формы на нашем сайте eho-kirva.ru. Я туда периодически заглядываю. Ну что, пошли дальше. — Ну, также я забыл запомнить, что вот к определенному периоду мы будем выбирать в городе места для благоустройства в очередной раз. И Дума утвердила порядок такого голосования. Я бы хотел сказать, что бюллетеней для голосования будет два. Один будет касаться городских, но не проблем, а решений. А второй бюллетень будет локально по округу, в котором вы зарегистрированы. — Это федеральная программа? — Да, это в рамках федеральной программы. — Формирование комфорта городской среды. И это тоже сейчас какие-то предложения собираются на сайте администрации. — Совершенно верно, да. А после того, как они будут собраны, отфильтрованы, будет проходить голосование. Не знаю, в какой период, но, скорее всего, совместят с выборами. Но это не значит, что это будет прямо на участках голосования проходить. Может, в соседнем здании, может, где-то рядом. Но бюллетеней будет два. Еще раз подчеркиваю, один, который касается города, а второй — как раз локальное место, где вы проживаете. — У нас был в студии замначальник управления благоустройства, руководитель отдела как раз-таки благоустройства Дмитрий Печенкин. Он подробно рассказывал об этой программе. Им активно призывали слушателей заходить, оставлять свои предложения. — Бюллетеней будет два, а не один. — Два бюллетеня будет, да. 18 марта, да? — Скорее всего, да. — Хорошо, следуем дальше. Юрий Львович, буквально в эти минуты идет оглашение приговора экс-губернатора Никите Белых. Медиазона, как обычно, подробно транслирует то, что происходит в Пресненском суде Москвы. Ну и вот уже сообщение появилось о том, что вина. — Признал виновную. — Я думаю, что оглашение будет продолжаться длительное время все же. Я почему-то ожидал, что приговор будет таким. — То есть вина будет признана? — Да, это дело очень... Хотя Никита Юрьевич является человеком системы, он не системный человек. Даже если мы вспомним те многие нарекания, которые делались по... — Он и сейчас остается человеком системы, находясь за решеткой? — Наверное, нет. А может и, да, не знаю. Мы говорили, что система здравоохранения в области переживает определенные перестройки. Это период управления Никита Юрьевича. Но он для этого делал все так, как было указано в документах, которые этого требовали. Вот если сейчас в информационном пространстве выскочила очень сильно Московская область, ну просто с опозданием повторяется все то же самое, что произошло у нас. Это закрытие фельдшерско-акушерских пунктов, большое количество периментальных центров, которых логистика не позволяет произвести роженец, и так далее, и тому подобное. Это вся эта концентрация, которая должна повышать уровень выполнения всего и вся. Но на самом деле доступность, она не так растет. И вот сокращение фельдшерско-акушерских пунктов в регионах, особенно с такой логистикой, как Кировской области, она коснулась и Московской области. — Юрьевич, какое ты отношение имеет к уголовному делу? — Я говорю, что он как системный человек выполнял все те же решения, которые делала наша власть. — Прокуратура гособвинения, как мы знаем, запросила 10 лет строгого режима и штраф 100 миллионов рублей. Жестко, на ваш взгляд. — Дела Улюкаева и Белых очень похожи. Единственное отличие... — У Улюкаева 2 миллиона долларов, а тут 600 тысяч евро. — Можно я закончить? — Отличие у него в этих делах заключается, ну в сумме, как инкримируемые взятки. Но и Улюкаев никогда не признавал, что он получил деньги. А Белых при первоначальном опросе это признал. Правда, он говорил, что это не взятка на благотворительные цели, но он признал, что он получил деньги. — День, что деньги ему, да? — Да, есть такой нюанс, когда был... — Но вины он не признает, в общем-то. — Да, вины он не признает. Было заседание Совета по правам человека, вопрос Белых коснулся. Владимир Владимирович Путин обратил на некие странности в этом деле. Меня тоже удивили, вот я недавно перечитывал эти материалы. — Губернатор, в Москве, в ресторане. — Да, в Москве, в ресторане. — Перед ним деньги. — И не в рублях, а в долларах. Вот как-то так нехорошо. — Ну, оговорился глава государства, там евро. — Ну, там евро было, да. — Ну, валюте нельзя взять таким. — 200 тысяч. Ну, так что, жестко, по вашей оценке? — Думаю, что если сравнивать величины сумм, которые инкремнировали Улюкаеву и Белых, они так-то значительно отличаются. Если статья, по которой его привлекают, позволит, я думаю, минимальный срок, я думаю, все же это срок будет, то он получит по минимальному сроку. — По минимальному, на ваш взгляд? — Ну, меньше, чем Улюкаев. — А у Улюкаев 8 получил, и, соответственно, 130 миллионов рублей штрафа. Ну, сейчас эксперты, конечно, гадают, хоть и не благодарны, конечно, это дело. — Ну, да, гадать в этом вопросе бесполезно. — Сколько все-таки, сколько все-таки получат в итоге Никита Юрьевич? — Да. — Ну, он будет осужден. — Ну, будет осужден, да. Еще одно дело хочется коснуться, до небольшой паузы, я имею в виду скандал в управлении ГИБДД по Кировской области. Вот сейчас ходят слухи о том, что Александр Николаевич Плотников — это не единственный задержанный по данному делу, по так называемому делу о КАМАЗах. — Да, я думаю, что и фамилию, которую называют его Замаль, Лялин, если я не ошибаюсь, я думаю, что это не последняя фигура, которая будет еще фигурировать в этом деле. — Вообще, так как это дело федерального, все же масштаба, не разработка наших местных силовиков, то я думаю, что и другие люди будут еще привлечены к этому делу. — Ну вот как, Юрий Львович, как вообще такое возможно? — А вы спросите... — А вы спросите... — Такого влиятельного ведомства, и уже третий по счету плотников претензий, к которому правоохранители. — Инспекция поставила значок о том, что приведен утилизационный сбор, так что ни одно ведомство было задействовано в этом вопросе, поэтому думаю, что фигурантов в этом деле будет намного больше. — И исход, если дело дойдет до суда, тоже, видимо, будет громким таким... — Да, ну, во-первых, посмотрите, это же в предвыборный период, хороший показательный суд можно провести, если успеет. — Если успеют. — Да, Юрий Шлеминзон, депутат Кировской гордомы, руководитель наблюдательного совета телекомпании РЕН-ТВ Киров. Ваше особое мнение, сделаем небольшую паузу, нужно нам это обязательно сделать, и вернемся. — Особое мнение на 101FM — Смотрите, Юрий Львович, читаю на нашем сайте новость. В город, возможно, приедет Владимир Мединский, глава федерального Минкульта на открытие космического центра. — Есть у вас какие-то претензии к строительству данного объекта? Потому что сроки там переносились несколько раз, непонятно было, будут деньги, не будут деньги. — Далеко от этого дела совершенно я как-то не особо вникал, честно сказать, так как это... Ну, как-то не попадало... — Вы космосом не интересуетесь. — Ну да, наверное так, я поближе к земле, когда провозу в Калифе. — Да, это мне сейчас более актуально, чем... — Давайте о городских делах поговорим. Накануне, да, ведь это было как раз-таки на заседании Гордумы, депутат Татьяна Веселова задала главе администрации Илье Шульгину вопрос о том, будет ли сокращаться количество чиновников городской администрации. На что Шульгин ответил, что в течение этого года будет проведена некая административная реформа. — Ну она уже проходит сейчас. — Вероятнее всего, в результате этой реформы произойдет перераспределение сотрудников между отраслевыми органами, и, возможно, структура сократится. Радикально говорит, не обещаю, но какие-то цифры мы вам покажем. То есть, видимо, цифры... — Число освобожденных, так сказать, от своих должностей. — Да. — Вот надо сокращать количество чиновников. — Количество чиновников надо сокращать не этими мизерными. 10-12-процентными задачами, которые... — Нет, у нас государство, правоохранительная система, она сокращает число чиновников. — Мы уже с вами в программе как-то упоминали, есть такой маленький город, Нью-Йорк называется. — Совсем маленький. — Совсем так. Вот вся мэрия состоит из 41-го человека. Как-то управляется и справляется с городом. — Ну вот там же, да, депутат Веселова сказал о том, что там при Василии Алексеевича Киселеве было сколько? — 170 человек. — 170 чиновников, сейчас 500. — Ну, сейчас, наверное, задач больше стоит перед чиновниками. — Ну, понятно, что чем их больше, тем больше будут нагрузки на бюджет. А эффективность от их присутствия, она определяется так очень эмпирически. И прямой зависимости количества переходящего в качество как-то не замечено, да. Ну, будем надеяться, что, Илья Вячеславович, реструктуризацией своих служб займется достаточно серьезно, когда уже пробудет свои должности некоторое время. Я думаю, что мы эти результаты увидим в 19-м году, а не в 18-м. Ну, помните, он в начале своего, собственно, в начале своей работы в должности сети менеджера говорил о том, что я не из тех, кто резко кого-то сразу... — Ну, это разумно и логично. — Убирает с мест. Посмотрим, говорит, посмотрим. Ну, у вас, кстати, лично, как у депутата, вот вы можете назвать фамилию или несколько фамилий городских чиновников, которым у вас такие вот особенные претензии? Что нужно бы им как-то уйти из мэрии? — Ну, сейчас как-то они, видать, активизировали свою деятельность, и по тем вопросам, которые задаешь, получаешь очень быстрые и аргументированные ответы. Поэтому, чтобы совсем было неприятно с кем-то работать или общаться, нет. — Нет такого? — Нет такого. Реагируют на вопросы депутатов, на мои личные там запросы. То есть я вижу реакцию. Не всегда все получается, но в большинстве случаев это получается. Единственное, что вот у нас есть такая практика, мы сейчас работаем по наказам избирателей, составили план. — О, да. Вы говорили, у вас там несколько тысяч. — Да, несколько тысяч. Они разбиты по группам вопросов. И мы читаем ответы, каждый месяц нам готовят справку о том, что в связи с тем, что отсутствуют финансы, мы это не делаем, это не делаем, это не делаем. Такой список огромный. Мы сейчас поставили перед администрацией задачу о том, что по этим крупным вопросам, касающимся, например, тротуаров отдельно, освещения города, пешеходных переходов, вообще системы движения в городе Кирове, чтобы были составлены программы, были посчитаны средства, которые необходимы на выполнение программ, и сроки, возможные сроки при наличии финансирования, выполнения этих программ. Потому что раз их не существует, даже вот бывает же так, что у нас раз появляются деньги, мы потом их используем не очень эффективно. У нас были такие случаи неоднократно, да? — Откуда это они появляются? — Из федерального бюджета. — А, федерация там, что смотрит вниз. — Да, слава дает другим регионам. Вот у нас как-то федеральный бюджет иногда поддерживает Кировскую область. Поэтому мы должны быть готовы, когда уже есть проработанные программы, есть понимание, куда тратить эти деньги, они как-то легче, этот процесс происходит. — Ну, кстати, на обустройство общественных территорий, там сумма-то тоже, по большому счету, у нее смешечка большая. — Ну, это же на один год пока. — 69 миллионов. — 69 миллионов. — 79 миллионов. — Ну, я думаю, что эта программа не одного дня, она будет продолжаться, поэтому есть смысл писать соответствующие заявки и принимать участие в конкурсах. Я думаю, что эта программа будет не одного дня. — Хорошо, следующий вопрос. Насколько перспективно, на ваш взгляд, движение, которое сейчас создается снова вокруг Парка Победы? Я так подозреваю, что вы то самое открытое письмо Шульгину подписали тоже. — Нет, я отсутствовал в то время, когда подписал. — А, не было у вас, не было. — Ну, вы в курсе этой темы, да? Депутаты подписали, в том числе депутаты ВЗС. — Ну, я думаю, что, скорее всего... — Активисты, Илья Шульгин сказал, что мало перспективно добиваться возвращения в муниципальную собственность. — Да, это логично. — Тем более, что в последнее время ходят слухи о том, что земля уже продана. — Я думаю, что там произойдет некий торг. — Вы слышали, что земля уже продана? — Да, слышал. — Я знал. — Произошло... — Ну, я имею в виду, перепродана уже. — Да, перепродана. — Перепродана, да. — Я думаю, что с владельцами проведут определенные переговоры, им предложат другой участок земли в городе, адекватный, по площади, по стоимости. — По размещению. — По размещению. — Это будет использовано по назначению для выполнения городских программ, связанных с образованием или здравоохранением. Ну, скорее всего, с образованием. — С образованием. — Да. — Ну и со спортом, может быть. — Угу. — И я очень поддерживаю вот такой способ решения вопроса, что предложил Илья Вячеславович. — Компромиссный такой, да? — Да. — На закон же нельзя переступать. — Вы ведь тогда были в центре событий в 2015 году, когда эта тема с продажей вскрылась. — Да, я по-другому скверу занимался больше. — А сквер, профсоюзной карламарацией, вы больше занимались, да? — Да, я парком так не очень. — Как личную обиду воспринимаете все-таки в память о погибших на войне? — Ну, это нехорошо. — То, что произошло с парком победы. — Некрасиво это. — Некрасиво. — Очень некрасиво, конечно. — Ну, тут тоже, видимо, должно пройти какое-то определенное и некороткое время для того, чтобы вопрос тут был решен. — Ну, я думаю, что он затягивался не будет очень сильно. — Угу. Напоминаю, что это особое мнение Юрия Шлемензона, депутата Кировской городской думы, руководителя наблюдательного совета телекомпании РНТВ «Киров». Вы тоже можете участвовать в нашей беседе. Задавайте вопросы в специальной форме сверху справа на сайте эхокирова.ру. Я ваши вопросы могу озвучить. Дальше про городские дела еще хочется поговорить. Илья Вячеславович уже много чего наговорил. В хорошем смысле, безусловно, это приятно слушать. Новое суждение. Все-таки человек неместный, приглашенный. О внешнем виде нашего города он очень ярко выразился. Киров зарос как лицо сильно пьющего мужчины. Он начал там со строительства на перекрестке Солнечной и Московской. Это «Макси» будет, если не ошибаюсь. У нас торговый центр «Макси». Все там заросло, говорится. И никакой радости от этих зарослей нет. Они у нас по всему городу. То, что программа работы над зеленением города будет вестись. Мы вчера это обсуждали на заседании городской думы. А что именно будем делать? Мы будем сначала спиливать много чего. Сами депутаты, что ли, пойдут спиливать? Есть депутаты, которые ходят этим заниматься. Мне приходилось в своем округе этим вопросом заниматься. Потому что заявок и обращений по деревьям, которые угрожают, реально угрожают жизни человека, существовало достаточно много. Я вот не все успел, но очень много мы успели в предвыборный период и после выборов сделать в Коминтерне в этом вопросе. В Березняках меньше. А вот в Коминтерне мы неплохо помогли службы поработать в этом вопросе. Ну, программа на этом не заканчивается, потому что есть вопросы о том, что деревья мешают в школах и детских садах, что угрожает жизни детей. И так как средства на это сейчас департаменту образования выделены, надо только проследить, чтобы... Именно на ликвидацию ветхих деревьев. Деревьев, да. Чтобы это целевым способом было использовано, не попав в общий котел из расхода на другие. Потому что проблем там очень много. Где-то окна надо менять, где-то двери менять надо. Ну, есть проблемы достаточно много с созданиями, которые принадлежат образованию. Чтобы это пошло именно на эти цели. Ну, во-первых, общественники собираются поддержать тему украшения нашего города цветами, посадкой деревьев. Это звучит из многих источников. Ну, мы помним, бывший сети-менеджер Александр Перескоков у нас активно настаивал на том, чтобы клумбы появлялись. Да. Чтобы больше цветов, цветов, цветов. Это выделены средства городского бюджета. Ну, я думаю, что и организации, которые обладают определенной территорией, рядом с ними находятся клумбы, скверы и другие места, поддержат это начинание администрации и тоже займутся благоустройством нашего города. Ну, тот же действующий сети-менеджер тоже заявил не так давно о том, что в городе может появиться некая специальная парковая служба. Вы в курсе этого, да? Мы активно обсуждали в эфире этот вопрос. Эффективность нашего зеленостроя не особо высока. Жители живо откликнулись и проявили желание самим тоже участвовать в этих процедурах, в облагораживании парков. Действительно нужно это делать. Вы знаете, их очень, между прочим, таких инициатив, вот я могу говорить о округе, в котором я избирался, там очень много инициативных людей. Это заречная часть. Да. И при речной. Нет, это заречная. Заречная. Это от Сидоровки до Гнусина. Вот такой большой кусок. Тут достаточно много инициативных людей, которые имеют проекты, которые этими проектами занимаются и благоустраивают свою территорию. Вот там, в Дымково, в Камин-Терри. Ну, таких много примеров можно привести. Это по линии ППМИ, по линии каких-то городских проектов. Да, и просто так. И просто так, да. И просто так. Не участвуют даже в ППМИ. Сами придумали, сами сбросились и реализовали. Так получается. Эта активность, она растет в вашем округе? Ну, я не знаю. Или она на таком, на определенном высоком уровне находится уже? Конечно, она там достаточно активная. Вот если район Вересники, может, там не так, как НДК, активен. Хотя тоже этим занимаются. Не надо говорить, что не занимаются. Там есть другие аспекты, в которых они опережают другие части города. Но вот ведется все же эта работа. Есть достаточно много небезразличных людей. Надеюсь, что это вытянет ту проблему в городе. Наш город, конечно, неопрятный, неухоженный. С этим надо заниматься. Нужно делать так, чтобы было наоборот. Хотя многие люди, я думаю, что у вас есть такие тоже друзья-знакомые, которые летом приезжают к нам в город и говорят, что город у нас очень зеленый. Есть такие люди у вас? Ну да, ну зеленый, конечно. Особенно если из северных регионов откуда-то приедут. То есть контраст большой. Ягель, конечно, очень зеленый. Правда, когда... Вот та часть людей, которые ездят по городу и не включают поворотники, им, наверное, все равно. Зеленый или не зеленый? Их тоже, да, упомянули. Кстати, по поводу поворотников. Я тут начал замечать, что невключение указателя поворота абсолютно не зависит от того, что это за машина дорогая или дешевая. Нет, я знаю, что обратил внимание. Вот у кого впереди есть определенная ленточка висит, они такие патриоты, видать. Георгиевская, видите? Ну да. Так вот они в большинстве, 99% поворотники не включают, к сожалению. Включайте, пожалуйста. Пользуйтесь этим рычажком слева на руле, да? Слева у всех, да? Слева. Ну, если машина европейская. Да, да, да. Леворульная, да. Давайте сделаем небольшую паузу. Юрий Шлеминзон, это его особое мнение. Продолжим через полторы минуты. Особое мнение на 101FM. Продолжается особое мнение Юрия Шлеминзона, депутата Кировской городской думы, руководителя наблюдательного совета, телекомпании «Рентовый Киров». Еще раз всех приветствуем. Есть у нас 10 небольших минут, но раз уж мы тут заговорили об автомобилях, о тех, кто не включает указатели поворота, давайте поговорим о том, что происходит у нас в городе в плане дорожного движения. Вы ведь работаете, продолжаете работать в группе общественного контроля, да? За ремонтом, содержанием дороги. 25 числа было первое заседание. В этом году на базе ОПКО с критикой, да, обрушились на городских чиновников. Ну, что делать-то? Ну, разный вопрос. Ну, ничего не меняется. Нет, кое-что меняется. Вот, честно говоря, я в этом году, этой зимой вижу больше машин, которые вывозят снег, но снега меньше вроде как не становится. Нет, ну, давайте будем говорить честно. Я даже писал об этом в Фейсбуке. Вот я на прошлой неделе проезжал по улице Лепси, Ломоносова, и впервые увидел в январе месяце чистый асфальт. Вот просто вот вы сейчас же видите по дорогам. Можете припомнить за последние 20 лет, или более даже, чтобы был виден в январе месяце асфальт? Ну, этого никогда не было. То есть это говорит о том, что хорошо поработали? Нет, это говорит о том, что работают. О том, что как производится вывозка снега, мы тоже знаем. Мы делали несколько рейдов уже. И надо отметить, что в этот день, хотя очень интенсивно мы увидели, машины приезжали, но в данных, которые были поданы администрацией, они так снизились не 9 тысяч, 10, как обычно, а там 6-750 с циферками такими. То есть администрация считалась, что меньше, а на самом деле было больше? Нет. А, наоборот? Ну, наверное, примерно так, как и должно быть. Надо сказать, что учет практически не налажен. Но мы посмотрели, как это происходит наяву. И если нам утверждают, что потом идет сверху GPS-навигаторов и фотоотчетов, которые присылаются в ДДХ, вы представляете, чтобы реально 16 там... Ваши коллеги говорили, что 16 тысяч, по-моему, снимков сделано уже. Да, и привязать это к движению транспорта, ну, это нереально. Мы же знаем, что в ДДХ не так много людей, чтобы провернуть. Это не автоматизировано, делается вручную. Поэтому нереально обработать, на самом-то деле. Конечно, подвижки есть. Это надо отметить. Но то, что мы тратим средства, это очень много. И правильно они уходят, это не есть очень хорошо. Потому что, если мы сравнивали бюджеты, которые тратятся на уборку города в городе Казани и в городе Кирове, то в городе Кирове на человека тратится больше, чем в городе Казани. А мы сами с вами знаем, что... А так корректно рассчитывать, кстати? Очень корректно. Вот именно так, на единицу, на жителя. Ну, попробовали рассчитать. Мы увидим, что Казань чистая. А в целом-то в солице Татарстана все-таки больше денег выделяется? Больше, да. У нас 360-350 миллионов. Это не глобальный разрыв. Не глобальный разрыв. Или сравнивали, даже вот ребята проводили с Хельсинки. По населению примерно одинаково. Они говорили об этом в нашей студии, да. Ваши коллеги. Бюджеты. Так у нас и бюджет города от Казани, вы думаете, грандиозно отличается. Это Москва, да, отличается. Не грандиозно отличается. Это действительно так, да, что вы с коллегами добились, чтобы так называемые нетитульные улицы были включены. Ну да, список, уборки, да. Их просто нигде нет и не убирали. Сейчас мы видим, что в микрорайонах определенных эти началось. Сейчас существует горячая линия по уборке. Забытая улица, по-моему, называется акция. Мы передаем свои сведения в администрацию, в ДДХ. Думаю, что подвижки в этом вопросе все же есть. Вся проблема еще, которую я вижу, это невозможность уборки улиц из-за того, что у нас не расставлены знаки в нужном количестве. И когда там говорят, что знаки это так страшно дорого и вообще это никогда не сделать. Это и о директора, дирекции дорожного хозяйства Ишутинов, но сейчас он уже, видимо, в роли зама уже. Ну, в роли зама, но мы все равно не имеем ни программы, ни общего количества средств. Сколько надо средств? Наши бюджеты, на самом деле, не очень маленькие в городе. 11 миллиардов. Ну да, не маленький бюджет. Но и никто цифры эти назвать не может. Когда мы говорим о том, что нам надо освещение в городе, у нас есть улицы, в которых вообще нет. Годами нет. Десятилетиями нет. Так это что, некомпетентность, непрофессионализм чиновников, разгильдя и строение? Что это такое? Нежелание. Может, это одна часть вопроса. Вот мы когда в свое время, в 2007-2008 году занимался проблемой детского травматизма. Это вы тогда в ОЗС были? Ну, даже не в ОЗС это было. И в ОЗС связано. О том, что у нас на пешеходных переходах было много, помните, порождений детей. Мы когда стали замерить освещенность на этих пешеходных переходах, она не соответствовала близко норме. В определенных местах по требованию УВД, прокуратуры поменяли освещение. Когда мы сделали замеры, в 14 или 15 местах, освещенность была даже увеличена в 2-2,5 раза. От норматива. Затраты были не катастрофичные. Если не ошибаюсь, в Люминах измеряется освещенность. Ну, при этом мы выяснили, что снижение энергопотребления произошло в 5 раз. И когда мы вышли с предложением на городскую думу... Снижение или повышение? Снижение. Снижение. Светлее стало и затраты снизились. Вы рассказали об этом городским депутатам. Тут никакой реакции по сей день нет. Поэтому мы попросили протокольно на заседаниях отметить о необходимости программы по освещенности города. Я думаю, что каким-то способом можно эти все фонари поменять. И за год там полтора все затраты просто, как говорят, отбить. Но у нас есть еще и энергетическое лобби, не надо забывать. Если мы его сможем побороть, значит, у нас появится и свет в городе. И мы будем намного меньше платить за это денег. С новым руководителем дирекции дорожного хозяйства уже познакомились? Нет, не успелось. Человек с большим опытом работы, как нам презентовали его, пришел. Что будет с дорогами весной, Юрий Львович? Вы, автомобилист, активно передвигаетесь. Видите, что дороги разрушаются. Разрушаются, да. Разрушаются дороги. Ну вот, те улицы, которые я ездил сам на приемку, я периодически объезжаю, смотрю, честно сказать. Возвращаетесь на них. Да, возвращаюсь. Смотрю, пока они не вызывают у меня таких больших сомнений. А вот участок Кирово-Русской, я думаю, что у нас весной... Поплывет? У всех вызовет. Ну, будут вопросы. Потому что все же качество укладываемого асфальта в период этого сезона на городских улицах был приличный. Потому что даже когда мы пробы брали, ну, в нашем присутствии брали пробы, то их было не так легко выпилить даже. То есть это говорит о том, что состав был на уровне. Ну, экспертиза вообще подтверждает, что там все очень хорошо. Но, знаете, что не только в качестве укладки асфальта проблема большая. Это ливневая канализация, отсутствие бордюров, которые потом приводят к разрушению дорожного покрытия. И говоря уже об отсутствии тротуаров. Тротуаров. Ну, сейчас, слава богу, можно по новым программам тротуары делать. И в те суммы, о которых мы говорили, 79 миллионов рублей на благоустройство тротуары попадают. Поэтому можно голосовать, продвигать тротуары там, где их нет, или они разрушены. Ну, вообще, у нас тротуарная сеть ненамного меньше дорожная. Как мы говорили с вами, там, разрыв примерно всего лишь... 500 километров, по-моему, у нас тротуары по всему. У нас разрыв там в 11-12% на самом деле. То есть если мы уже определенное время в дороге вкладываем средства, там миллиард, там полмиллиарда, то в тротуары мы вообще ничего не вкладываем практически. И уже давно достаточно. Достаточно давно, да. Я думаю, что когда начнут тратить деньги и на тротуары, то изменения в этом... Ходить по нашим тротуарам, сами понимаете, невозможно. Я пояснил. И еще надо сказать, что их чистят. Вот тротуары, в отличие от дорог, не так активно и хорошо чистят. Ну, потому что дворников практически не видим, хотя ставки дворников везде заполнены. Но свободных мест в городе не существует. Автоматизированная уборка тротуаров, как показывает Рыве, не очень эффективна. Там слой снега, сами знаете, какой. И он неровный, этот слой. Поэтому ходить по нашим тротуарам небезопасно. Я напомню и поясню, о каком голосовании говорит Юрий Львович. На сайте администрации adamkirov.ru заходите на главную страницу, чуть-чуть вниз спускайтесь, там баннер. Голосуем за красивый город. И в свободной форме, в поле специальном, можно свои предложения оставить. Вот я смотрю, уже 700 человек уже оставили. Я хочу подсказать, что если у кого-то нет возможности через компьютер это дело сделать, вы можете подойти в центры местной активности, сделать свои заявки, и там руководители этих центров поставят на сайт ваши запросы. В нашем округе так делается. В вашем округе где центр местной активности находится? У нас их не один, у нас в калейдоскопе, сейчас ДК Заречный открылся, у нас есть НКМДК, у нас есть в Порошино, у нас много центров активности есть. Ясно, ясно. Которые, при том, активно и хорошо работают. Четыре минуты у нас остается. Хотел бы еще, чтобы вы прокомментировали одно из высказываний Ильи Шульгина, главы администрации. У нас Илья Шульгина кажется главным героем дня. Ну, что поделаешь. Киров сильно замусорен, считает сети-менеджеру, замусорен вывесками и баннерами. Есть здание, далее цитата, на которое смотреть больно. По его словам, обилие пестрой рекламы на улицах это признак провинциальности. От этого признака надо избавляться. О том, что на зданиях это не все так всегда выглядит, я соглашусь. О том, что наличие рекламы это провинциальность, это, конечно, не так. Я все же бывал в различных городах. Нет, 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 не наличие рекламы, а обилие рекламы. Обилие рекламы. Пестрой причем, разноцветной. Ну, обилие рекламы есть и в достаточно больших красивых городах. Но она просто так эстетично сделана, что она не вызывает раздражения. Хотя местные жители тоже могут говорить, что она их раздражает. Ну, вот не могу сказать, что обилие рекламы это плохо. Когда она выглядит неэстетично, да, это плохо. Ну, мы видели фасады наших знаний, какие разноцветные полоски. Хотя этого не должно быть. И градостроительные планы это не позволяет все делать. У нас есть целое дело рекламы при городской администрации. Муниципальное предприятие. Муниципальное предприятие. Реклама, городская реклама. Да, крупные, которые передали сейчас господину Ященко. Он будет теперь руководить этим процессом. Я думаю, что какие-то изменения в этой части произойдут. Ну, вы согласны, в общем, что городская администрация как-то не может законтролировать этот процесс появления всевозможных листовок, объявлений на улице города? Ежегодно мэрия говорит о том, что мы будем рейды проводить, наказывать тех, кто расклеивает рекламу, а ее меньше не становится. Этим надо заниматься. На самом деле, этим делом надо заниматься. И есть города, в которых эти вопросы решены. Вот я очень удивлен, когда мы на определенных остановках у нас дали специальные эти... Есть места, где их плеить объявления, а на других остановках их нет. Я думаю, что это не самый верный подход. Со столбом надо убирать систематически. Для этого есть службы. Этим надо заниматься. И когда заказчик будет видеть, что его объявления нет, он перестанет этот способ рекламы использовать. Поэтому с этим надо бороться. Много, долго и жестко. Минута остается. Юрий Львович, снова поднимается тема возвращения наименования Вятка нашему городу. В январе стало известно, что общественная организация возрождения Вятки собирается заниматься широким информационным просвещением жителей Кирова о том, что... Просвещением заниматься это вообще всегда хорошо. Да, что надо возвращать название Вятка, что это хорошо, что это вообще безболезненно, и денег на это не потребуется. И церковь сейчас активно подключается к поддержке этих активистов. Общались мы в эфире. У них в планах в 19-м, если я не ошибаюсь, году выносить вопрос в законодательные органы и вот определяться уже. Как вы к этому относитесь? Я думаю, что вы скажете, что мы это проходили много раз. Мы это проходили. Если бы я готов и проголосовал бы за название Вятка, приятнее звучит это слово для меня, это слуха. А там задобавляешь, взятка получается. Ну, я не умел, не давал, не получал, поэтому для меня это слово очень далекое для меня. Так я правильно понял, да? Если было бы голосование, вы бы за Вятку проголосовали. Но ходить агитировать, наверное, не буду. Каждый должен сам сделать свой выбор. Юрий Шлеминзон, депутат Кировской гордумы действующего 6-го созыва, руководитель наблюдательного совета для компании Рентов и Киров. Спасибо. Завершается наша беседа. До свидания. Спасибо, до свидания.